МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Срок введения QR-кодов в Ненинском округе перенесён. Это связано с необходимостью детальной проработки организационных вопросов. Жители ветхого и аварийного жилья бьют тревогу. Новые квартиры не дают, а старые на глазах разрушаются. Лучших по профессии выбирали в Наринмарском автотранспортном предприятии. За высокое звание боролись водители, кондукторы и автослесари. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. И начнём выпуск с информации о пожаре. В воскресенье вечером в районе Хариверской загорелось складское помещение. Причины материальный ущерб устанавливаются. 24 октября в 22 часа 15 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части главного управления МЧС по Ненинскому автономному округу поступило сообщение о возгорании деревянного здания по улице Рабочая в городе Наринмаре. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия через 4 минуты. Угроза распространения огня на соседнее здание отсутствовала. Открытое горение ликвидировали около часа ночи. Для отушения пожара было привлечено 26 человек личного состава и 8 единиц техники. По данному факту в настоящий момент проводится уголовно-процессуальная проверка. Причины и обстоятельства в настоящий момент устанавливаются. О причине в настоящий момент, причине пожара говорить ещё рано. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание произошло на складе одной из торговых организаций в Наринмаре. Срок введения QR-кодов в Ненинском округе перенесён. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, это связано с необходимостью детальной проработки организационных вопросов. Что касается эпид-обстановки, то за прошедшие выходные дни в регионе зарегистрировано 46 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 247 человек. Ещё у семи пациентов коронавирус был подтверждён результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 254 человека. Из них стационарное лечение получат 64 пациента, амбулаторное – 190. На учёте в управлении Роспотребнадзора состоит 1175 человек, близко контактировавших с заболевшими. На федеральном портале stopcoronavirus.rf сообщается о 58 смертельных исходах от коронавируса на 25 октября. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Пол начал уходить из-под ног. Жильцы домов программы по переселению из ветхого и аварийного жилья забили тревогу. Новые квартиры не дают, а старые на глазах разрушаются. Кто поможет разобраться в этом вопросе, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Всё отвалилось, потому что её перекашивает. Потому что перекашивает всю систему отопления, её разрывает. Обрушенный потолок, гниющие стены – такой вид квартира приобрела за 12 лет. Ещё в 2005 году мама купила дочери квартиру как подарок на свадьбу. Тогда счастливые обладатели жилья ещё не подозревались, чем им придётся столкнуться. Дом номер 12 по улице Озёрная стоит в низине, и поэтому каждую весну сточные воды подмывают здание. Из этого холма под угол вся сточная вода течёт. И угол стал туда уходить. Вот там дом ушёл, и он упал. И этот так же. Он стал его подмывать, 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 и он стал уходить. Туалет пока провалился. Раз, поставили новые стойки. Потом он снова упал. Потом кухня начала падать. Потом вот эти стены стали выпучивать их. И всё, и они стали бояться. И ушли. Пришлось им брать ипотеку и покупать жильё. А это квартира в собственности. В 2009 году жильцы покинули квартиру. Перекрыли газ и воду. Однако люди без определённого места жительства облюбовали её. Сломали окна, зашли и стали там жить. И это ещё не всё. Управляющая компания до сих пор приносит квитанции об оплате. За что платить, жители не понимают. Вначале дом планировали расселить в 2022-2023 годах. Затем перенесли на 2030 год, несмотря на то, что такая плачевная ситуация не только в одной квартире. Практически во всех санузлах у жителей падали унитазы. Даже бетонировать приходилось. Двери ежемесячно подпиливают, ведь иначе квартира попросту не будет закрываться. В том году бетонировал. Стенка рушится, кафель весь опадывает. И опять, видите, уходит. Сели пошли. Видите, трещины. Но я опять забетонирую, только на сколько это хватит. Как оказалось, проблемы не только в сточных водах. После капитального ремонта трубы начали пузыриться. А полы пошли горками. Газ зимой в духовку включаю, потому что холодно. Сейчас одна горелка, говорит, а зимой духовку включаю. Кремоногово когда был, когда капремон делали. Я говорю, вы что наделали-то? По бокам подняли, середину не подняли. Он говорит, все, комиссию приняли. Комиссию никто не видел. Дом неоднократно признавали аварийным и ставили в программу. Но потом по каким-то причинам вопрос снимали. Окончательное решение было принято в 2018 году. Многие жители, не дожидаясь решения, брали суды, ипотеки и погибали свои квартиры. Но не у всех была такая возможность. Единственная надежда – компенсация за ветхое жилье. На покупку квартиры бумага пришла. В марте пошел к ним. В связи с коронавирусом деньги на покупку жилья не выделяются. Строительства не будет. Я говорю, и что мне делать? Сидит, плечами пожимает и все. Ну как вот что у них допросишься? Напомним, действие закона о компенсационных выплатах взамен ветхого и аварийного жилья, стартовавшего в 2019 году, было приостановлено из-за сложной экономической ситуации с 1 января 2021 года. В 2020 году в округе было расселено 170 квартир, в которых проживало почти 500 человек. Часть квартир была расселена путем предоставления компенсационных выплат. Но вернемся к проблемному дому. Мастера управляющей компании «Жилремсервис» пытались помочь жителям отремонтировать их квартиры. Но все тщетно. В 2017 году фундамент дома признан аварийным. От этого все беды. То есть проваливаются полы, канализация периодически раскоединяется. Вот выезжаем по заявкам, пытаемся людям помочь. Сам фундамент заваливается, дом, стулья все сгнили уже. Нехило управляющей компанией это все сделано. Таких зданий в поселке Искатели и в городе Наринмаре предостаточно. Например, дом номер 8А по улице Меньшикова. Из года в год топят сточные воды. Все льется в подъезд и под здание. Жители неоднократно обращались к нам в редакцию за помощью в освещении проблемы. Весной это топит, все по дому-то. У нас отодвигают все в очередь. Уже и дальше, и дальше, и дальше. Соседние дома все благоустроены, они уже под снос. А у нас единственный дом, этот не благоустроенный. Зимой дом превращается в решето. И сквозные ветра снижают температуру в помещении до минимальных значений. Зимой это вообще невозможная холода. У меня трое детей, и один ребенок из них на инвалидности. Нам вообще болеть нельзя. Мы спасаемся только обогревателями, вот этими ветродуями. И зимой живем практически только в большой комнате, потому что я там делала ремонт, перебирала полы. А так вообще зимой невозможно жить. Холодно очень. Из года в год за помощью жителей этого дома обращается к своему депутату, представляющему их интересы в окружном собрании. Поступило предложение, что необходимо повторно его обследовать. Даже невооруженным глазом видно, что сваи здесь подгнили. Дом имеет наклон. Самое ужасное, я уже говорила, мы прекрасно видим, в каком состоянии находится венец этого дома. Дальше, вообще состояние этого дома. И он никогда не ремонтировался, не было ни капитального ремонта, в отличие от многих домов, которые находятся в городе Нельмаре, стоят в программе ветхое аварийное жилье. В этом случае Анна Булатова предлагает два выхода. Один из них – компенсация жителям за квартиры. Второй – покупка вторичного жилья. У нас очень много жителей, которые желают продать свое жилье, хорошее жилье, в том же Сущинском, Матросово, на улице Рыбников. Дома, квартиры и дома, срок которых 5 лет, 2 года. Необходимо, раз такая ситуация, необходимо закупать, покупать, находить средства и передавать жильцам сначала в собственность города, потом жильцам. Вот такие два выхода на сегодняшний день можно вполне рассматривать и применять. Замороженную 1 января 2021 года программу компенсации за аварийное жилье возобновили в июле. По последним поправкам к бюджету 2021 года субвенции местным бюджетом на компенсации за аварийное жилье составили порядка 113 миллионов рублей. В настоящее время в органах власти обсуждается вопрос об увеличении финансирования программы. Депутаты окружного собрания Совета Заполярного района и поселка Искателей по итогам совместного заседания, которое состоялось буквально в конце прошлой недели, направили главе региона обращение с предложением предусмотреть дополнительно 150 миллионов рублей на компенсационные выплаты гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах. Возможно, необходимые поправки внесут в бюджет 2021 года, говорится на официальном сайте окружного собрания депутатов. Надеемся на скорейшее решение данного вопроса. А пока герои нашего сюжета, жители этих двух проблемных домов, готовятся к зиме, которая может принести им немало хлопот. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, его жители неоднократно жаловались на отсутствие пешеходной зоны. Выполнена укладка дорожных плит до устройства тротуара от улицы 60 Лет СССР до Менщикова 10А. Выполнены собственных материалов, то есть дополнительные средства не используются. И собственными силами. Второй участок, где был обустроен тротуар, заездным карманом к остановке от улицы Октябрьская до улицы Ленина. Это проблемное место было в весенний период, при таянии снега, на двух участках, справа слева от магазина «Белая ночь» всегда скапливалась вода. И в том числе у автобусного павильона. Теперь данная проблема решена. Всего представители администрации города и партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги» осмотрели 12 объектов благоустройства, где в летний период были проведены работы. По тем площадкам, которые мы уже проехали, видно достаточно высокое качество выполненных работ. В принципе, соблюдены все требования со стороны безопасности дорожного движения. Мы считаем, что подрядчики справились на отлично. В центре внимания также оказались площадки с контейнерами для сбора мусора. В частности, муниципальным предприятиям были заменены емкости открытого типа по улице Чернова на мелкозаглубленные контейнеры нового типа. Кроме того, проведен большой комплекс работ по ремонту ограждений площадок для сбора мусора на всей территории Нарьенмара. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Обмен опытом и презентация туристического потенциала регионов Арктического ожерелья. Полезность приятным совместили журналисты Северо-Западного федерального округа на ежегодном форуме «Сезам». Он традиционно прошел в Петербургском доме журналиста. Тему продолжит Алина Ваучейская. На Невском собрались корреспонденты, обозреватели и главреды газет, телевидения, радио и интернет-СМИ. Журналистов по традиции приветствует заместитель полупреда президента по СЗФО Любовь Совершаева. На форуме проходят дискуссии не только по проблемам СМИ или по роли и месту в жизни общества средств массовой информации, но мне кажется, что СИЗА является той площадкой, которая повышает профессионализм наших журналистов, который говорит о том, что сегодня журналистика может многое. Журналистика может многое, в том числе и в освещении туристического потенциала. Один за другим регионы представляют видеовизитки о своих достопримечательностях. Столько национального колорита. Событийный туризм представили как одну из фишек Ненецкого округа. Всего же туристические изюминки представили все один из регионов Северо-Запада, которые входят в арктическое ожерелье России. Это действительно ожерелье Северо-Запада, потрясающая картина. То есть ряд наших регионов Северо-Запада мне в свое время удалось посетить. Это действительно жемчужина всего нашего Северо-Западного региона. И очень в этой конве очень радует наш Ненецкий автономный округ. И многие интересы коллег, в частности, Санкт-Петербург у нас, сказал, что я хочу посетить, это как раз Ненецкий автономный округ. И наш событийный туризм. После яркой презентации перешли к делам серьезным. Форум СИЗАМ – это площадка для дискуссий, мастер-классов и обмена опытом между журналистами. В этом году внимание уделили факт-чекингу и вопросу, как бороться с фейковыми новостями. А также обсудили новые форматы и визуальный контент. Я на самом деле сижу и конспектирую почти все, что они говорят, спикеры. Потому что очень интересно, очень много каких-то идей зарождается. Потому что ты смотришь, как делают коллеги в других регионах и тоже в небольших регионах, в небольших городах. Завершился 19-й форум СМИ Северо-Запада торжественной церемонией награждения журналистского конкурса «Сезон-2021». В этом году на конкурс было заявлено 450 работ. Жюри отметило высокую конкуренцию во всех номинациях. В Наринмарском автотранспортном предприятии выбирают лучших по профессии. В ежегодном конкурсе профмастерства принимают участие водители, кондукторы и автослесари. Имена победителей назовут на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Александра Литкова расскажет подробнее. Проезд по кругу «Змейка» и заезд в бокс. Выполнить эти упражнения нужно, не задев ни одной кегли. Даже опытным водителям автобусов сложно маневрировать. Денис Лиходед в конкурсе профессионального мастерства среди водителей Наринмарского автотранспортного предприятия участвует не первый раз. И даже представлял Ненецкий округ на всероссийском уровне. И на этот раз он преодолел полосу препятствий без замечаний. В принципе, все это дело проходимое. Просто в этот раз у нас первый раз за все время проведения конкурсов круг получается против часовой стрелки. И также задним ходом. То есть даже если где-то в остальных моментах мы участвовали, там получался круг всегда по часовой стрелке. Ну и в придачу добавочная у нас еще была яма. В этом году конкурс водителей впервые провели на автобусах большого и среднего классов. За руля засели шесть водителей. На пазах соревновались пять человек. После практических заданий по вождению – теоретический тур. Теоретическая часть конкурса – это знание правил дорожного движения. То есть они будут решать задачи, которые есть в билетах по правилам дорожного движения. Будет также 20 вопросов, на которые они должны ответить. Там тоже учитывается время ответа. Ну и правильно, само собой. То есть лучшие, кто правильно ответил, понятно, получат больше баллов. Кто больше допустил ошибок, получат меньше баллов. На следующий день между собой соревновались кондукторы предприятия. Конкурсантам необходимо было пройти тест на знание транспортной безопасности, оказание первой медицинской помощи, правил пассажирских перевозок и противопожарной безопасности на предприятии. Сложно, конечно, на вопросы отвечать. Волнение какое-то присутствует. Готовились. Информацию все. Интернет, информация. Что знаем сами. В основном все знакомо, все по работе. Второе задание – на время посчитать выручку за смену из одинакового количества монет разного номинала. В этом году участие в конкурсе приняли пять человек. Коллектив кондукторов уже устоявшийся, сложившийся. Девочки как-то охотно участвуют в конкурсе. Нравится им это. Потому что вопросы в конкурсе, в принципе, то, что касается работы кондуктора. Вопросы были составлены из локально-нормативных актов, то есть федеральные законы, то, что они непосредственно должны знать в своей работе. 27 октября за звание лучшего на предприятии будут бороться слесари по ремонту автомобилей. Кто же станет победителем во всех номинациях, жюри конкурса объявит 29 октября, в день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Антон Бодряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.